пакетов от целых 80. Ну и получается, что таким простым образом мы с вами экономим целых 7 редстоуна. Ну а в наших-то с вами спартанских условиях любой камушек не будет лишним, да и тем более пока что имеется такая плохая просейка. Возвращаясь к квестам, теперь же нам с вами необходимо доделать еще парочку энергетических планшетов. Делаются они достаточно просто и из того же обогащенного сплава. К примеру, из них можно сделать ветрогенераторы. Как вы понимаете, их остается только подключить. Правда, в данной ситуации они вырабатывают всего лишь 33 фезотик, что как бы чуть-чуть больше, чем этот угольный генерат, но в любом случае это уже халявная энергия. Количество генерируемой энергии этими ветряками зависит от той высоты, которой они находятся. Соответственно, чем выше они будут находиться, тем больше энергии они будут вырабатывать. Ну и если я не ошибаюсь, то предел у них 160 или 180 фезотик. Ну и раз уж мы уже с вами начали распахивать механизм и сделали уже парочку ветряков, то давайте доделаем еще немножечко. И все эти генераторы давайте выставим на самой высокой высоте. В моем же случае это 315. Таким образом, на данной высоте ветряк вырабатывает уже 83 практически фезотик. Я думал, конечно же, что будет больше, но ладно. Теперь же остается соединить это все при помощи труб, ну и настроить выходы. И теперь остается единственный вопрос, как это все, блин, спустить вниз? О том, как без проводов передавать энергию на большие расстояния и даже между измерениями, нам об этом с вами расскажут дальше по квестам. Но скажу сразу, что для этого нам с вами потребуется воспользоваться модом Flux Networks. Основным ингредиентом крафта здесь является флаксовая пыль, которая получается при расплющивании редстоуна обсидианом. Все это дело нужно делать на бедроке, либо же флакс блоке, ну или же в нашем случае это все будет на одном сжатом обсидиане. Для этого, получается, нам с вами необходимо будет выкинуть сюда редстоун и тыкнуть правой кнопкой мыши по этому блоку. Но точнее даже левой. И получаем целую кучу флаксовой пыли. Следующее, что нам с вами потребуется, это вот такие флаксовые ядра. Так что не пожарничаем и сделаем пока что их побольше. Подкрафтим парочку флаксовых блоков. Теперь из этого всего...